Друзья, всем привет! Это Скрайбер на связи. Сегодня важный скрайб-нёс, потому что вышел Mi Band 5. Да, официально представили, наконец-то, всеми любимый браслет. Почему? Потому что он дешевый и очень функциональный. Компания Xiaomi представила сегодня в Китае ожидаемый Mi Band 5, который стал улучшенной копией 4-й версии. Самое большое изменение в этом девайсе, как по мне, так это зарядка. Для этого не нужно отсоединять гаджет от ремешка просто. Нужно приложить определенную капсулу к зарядке. Она на магните, замагнитится, законнектится и начнёт заряжать. В общем, друзья, всё стало гораздо, гораздо проще, чем было раньше. Мне кажется, это самая главная инновация в этом браслете. Но дальше больше. Экран. Экран увеличили 1,1 дюйма. Это AMOLED-матрица. Разрешение 126 на 294. И это на 20%, на 20% больше, чем у прошлогоднего поколения. Конечно, куча различных циферблатов и так далее, но всё это, друзья, такая китайщина. Я думаю, совсем скоро многие накатят уже такие программы, где можно будет сделать какие-то кастомные вещи, более интересные, более красивые. Производитель отметил, что улучшен процессор для того, чтобы лучше пользоваться этим гаджетом. Хотя и в целом, и раньше всё было окей. Но если он улучшен, как говорится, мы не против этого. Пиши, друг, как тебе это новшество? Носишь ты Mi Band или нет? Нравятся они тебе или нет? Также была улучшена функция отслеживания сна, появилась система мониторинга атмосферного давления, барометра. То есть не внутреннего давления, друзья, а именно атмосферного. То есть он будет измерять каким-то образом атмосферу и правильно показывать, какое давление сейчас на улице. Функция удаленного управления камерой со смартфона. Вот это, друзья, круто, потому что раньше нужно было устанавливать сторонние приложения, чтобы пользоваться этой фичей. А сейчас она встроена прямо в сам Mi Band. Это круто. А для тех, кто не в курсе, то есть вы можете делать снимки сдалека с помощью этого гаджета. И, в общем, куча различных алгоритмов для того, чтобы отслеживать ваш сон, следить за вашей активностью, ну и всё такое. Это как было и в предыдущем поколении. Ёмкость аккумулятора 125 мАч. Защита от воды осталась на прежнем уровне. И NFC, конечно же, с поддержкой платежей. Продажи в Китае начнутся 18 июня. Версии без поддержки NFC продаются за 27 долларов. Ну, это прям нормально. А версия с NFC за 32 доллара. Наверное, до нас докатится в районе 40 долларов у официалов. 40-45 вангой, друзья. Ну что ж, пиши, как тебе эта новинка. Стоит ли её покупать, заказывать. Будешь ли ты её заказывать или нет. Всем хорошего настроения. С вами был я, Искрабер. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok